Всем привет! Я Александра Гришина. Сегодня особенный день, пятница. Я в особенном свитшоте. В эфире 13-й зловещий выпуск гаджет-новостей. Начинаем! Абоненты, оформившие предзаказ, начали получать первые сим-карты Йота. Раздача абонентских комплектов началась в Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Хабаровске, Туле и Владимире. Напомним, Йота заявила о себе как о четвертом федеральном сотовом операторе в апреле этого года. На данный момент оператор предлагает единый тариф и номер с префиксом 999. Кстати, согласно новому законодательству, отменившему мобильное рабство, на Йота также можно перейти с сохранением своего прежнего номера. Минимальный пакет опций включает в себя безлимитный интернет, отсутствие междугороднего роуминга, бесплатные звонки внутри сети, поштучные смс и 100 исходящих минут на номера других операторов и городские телефоны. В Москве такой тариф будет стоить 440 рублей в месяц. В других городах дешевле – 340 рублей в Санкт-Петербурге, 290 рублей в Хабаровске и Владивостоке и 240 рублей в Туле и Владимире. Всего, по данным компании, было принято уже около 150 тысяч заявок на сим-карты в 20 регионах России. Точные даты, когда симки появятся в других регионах страны, не сообщаются. Неожиданная новость с рынка ноутбуков и планшетов. Согласно отчету Гартнер, в продаже хромобуков и других аппаратов с Chrome OS в этом году достигнут 5,2 миллионов штук, что на 79% больше, чем в прошлом году. Более того, на 2017 год прогнозируется утроение количества отгруженных устройств – примерно до 14,5 миллионов. Ключевые игроки сегмента хромобуков сейчас – это Samsung и Acer. Корейцы продают почти две трети всех существующих гаджетов с Chrome OS на борту, но Acer догоняет. И хотя 5 с лишним миллионов штук – это капля в море остальных лэптопов, меньше 2%, тенденция все равно удивительная. В эпоху цветущей паранойи по поводу конфиденциальности, персональных данных, шпионажа, большого брата и прочей личной жизни, Chrome OS, полностью интернетизированная и облачная операционка, набирает обороты. Похоже, все больше пользователей готовы смириться с тем, что доступ к их данным в любой момент могут получить спецслужбы или злоумышленники. Отказ от неприкосновенности личной жизни в обмен на удобства и высокие технологии? Ну, почему бы и нет? А вот и новость в тему. Оказывается, в большинстве случаев системы взлома бессильны перед шифровальными технологиями, встроенными в платформу iOS. Откуда информация? Издание The Washington Post раскопало подробности о работе Gamma Group. Это одна из самых крупных и известных компаний, которая занимается созданием шпионского ПО. Ее главные офисы находятся в Германии и США, а в числе ее клиентов такие организации, как полиция и другие правительственные структуры. Взломать смартфоны на Android, Windows Phone или BlackBerry не представляется для компаний труда. Для них была разработана специальная программа FinSpy. Она позволяет прослушивать звонки, воровать контакты, отслеживать перемещение владельца, активировать микрофон и так далее. А вот iOS-девайсы легко поддаются взлому только в том случае, если их владельцы совершали операцию джилбрейка. При этом надо учитывать, что самая небезопасная операционная система, Android, сейчас доминирует на мобильном рынке, занимая около 85%. До нее также существуют решения по дополнительной защите данных, но установить их под силу только опытным пользователям. К тому же, в отличие от iOS, Android-устройства не всегда получают самые свежие обновления системы, что делает их еще более уязвимыми для взлома. Все это не означает, что iPhone абсолютно не уязвимы для шпионского ПО. Речь идет лишь о том, что они гораздо лучше защищены. Их система регулярно обновляется, и у взломщиков гораздо меньше шансов получить доступ к данным пользователям. Закрытые данные о работе Gamma Group были опубликованы анонимным источником в Твиттере. Среди данных был прайс-лист различных услуг компании, исходя из которого стоимость FinSpy, того самого программного обеспечения, для госорганов составляет около 4 миллионов долларов. Там же можно найти подробное 126-страничное руководство к программе. Какими силами и каким ПО пользовались хакеры, взломавшие в четверг утром Твиттер Дмитрия Медведева, неизвестно. Но история получилась призабавная. В микроблоге премьера начали появляться сообщения о скорой отставке, а также ряд других подозрительных постов. На запрос комментария пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, «Я пока не располагаю никакой информации, но с большой долей вероятности могу предположить, что это проявление хакерства», цитирует чиновника агентства РИА Новости. Специалисты отреагировали достаточно оперативно, и аккаунт премьер-министра был заблокирован. После все сообщения хакера были удалены, и сейчас Твиттер Дмитрия Медведева работает в штатном режиме. Все, что нам осталось на память – скриншоты взломанной страницы и цитаты твитов, довольно быстро ставшие крылатыми. Вот некоторые из них. «Ухожу в отставку. Стыдно за действия правительства. Простите». «Мы можем вернуться в 80-е годы. Это печально. Если цель моих коллег в Кремле в этом, то она скоро будет достигнута». «Давно хотел сказать, Вова, ты не прав». «И все-таки мы подумаем о запрете электричества. Так надежнее». Ситуация вызвала бурную волну обсуждений в интернете и социальных сетях. Шутки, прибаутки. Наибольшую популярность получил твит пользователя «Unknown Error». Цитирую. «Во всем мире со взломанных аккаунтов политиков начинают писать бред. И только в России правду, которую все так давно ждали». Конец цитаты. Этот пост набрал больше 4000 ретвитов. Представители ВКонтакте рассказали, что в будущем у соцсети появятся три отдельных приложения. Музыкальный клиент, мессенджер и фотогалерея. Вопрос обсуждали в рамках Live Event 2014. Мероприятие прошло 9 августа в Санкт-Петербурге. Разработчики не собираются идти по пути Facebook и Foursquare. То есть навязывать пользователя нововведения ВК не планирует. Напомним, Facebook запретил обмениваться личными сообщениями из основного приложения, переведя эту функцию в мессенджер. А Foursquare убрал из основного клиента возможность чекина, перенеся ее в отдельную новую программу Swarm. В ВКонтакте такого произойти не должно. Можно выдыхать. T-Journal цитирует Олега Илларионова, разработчика популярной российской соцсети. Это должен быть естественный процесс. Мы не перегоняем с десктопа на мобилке, точно так же не будем перегонять в отдельное приложение. Пользователи должны идти туда, где им удобнее. Будущее там, где пользователи будут сами по себе. На этом зловечности заканчиваются. Хороших вам и добрых выходных. Следите за новостями на ЧОЗА-сайте в наших социальных сетях и на ЧОЗА-ТВ. Увидимся! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok